Девушки отдыхают Автор сценографии и костюмов к новому спектаклю, спектаклю «Человечный человек». Добрый день, наши гости. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, мы уже в первом часе говорили о том, что близится премьера спектакля «Человечный человек». И мы делали не очень давно, как мне казалось, но, может быть, недели три назад, да, мы делали эфир, где анонсировали премьеру спектакля и рассказывали про акцию, которую придумали специалисты театра. Это впервые такая, да, интересная акция в таком формате проходит. И обещали, что мы обязательно ближе к премьере еще раз о ней и об акции поговорим, и о спектакле поговорим. Может быть, какие-то изменения, я не знаю, удивительно прошли. Вот, например, у нас в эфире изменения. Мы анонсировали в первом часе Алексея Зимина, а тут раз, Екатерина Андреевна. Что случилось с Алексеем, сразу расскажите. Он на сцене, он на репетиции. Репетиции сейчас идут в ежедневном режиме, без остановок, утро-вечер, потому что до спектакля осталось ровно две недели. И поэтому выцепить артистов или режиссера со сцены, это выключить их из процесса. Давайте тогда прямо скажите людям, в какой стадии сейчас этот процесс? Вы готовы уже прямо или что там происходит у вас? Не знаю, мне кажется, сейчас самая интересная такая стадия, то есть позади два с половиной месяца работы мы начали 13 марта репетировать спектакль. И теперь вот я вчера была на репетиции, видела одну сцену, и сегодня я видела эту же сцену, вот только что до эфира, думаю, посмотреть, вдохновиться и побежать. И этот вот набор высоты, он постоянно происходит, когда ищется точная интонация, когда артисты и режиссер с каждым днем, с каждым шагом приближаются вот к той правде, которая в конечном итоге, я надеюсь, будет сценической на премьере. И вот этот процесс, это невероятно интересно. То есть нет, спектакль, он не готов, он набирает высоту. Это значит, что артисты и режиссеры, они вдохновлены и заражены этой историей, да? Раз они каждый день от дня, вы видите, что они не заиграли пьесу, что называется, еще перед премьерой, а наоборот. Мне кажется, у нас вообще не бывает такой истории, что, ну, как бы заиграли или как бы неинтересно. Ну, то есть немножко не про наш театр, да? Когда, то есть, ну, как бы смысл заниматься театром, вот механически, да, без огня внутри просто нет. Да, ну вот смотрите, мы сейчас сделали такой квест, организуем здесь прямо в прямом эфире. Вот кто слушал нашу прошлую программу, они знают, о чем спектакль «Человечный человек», кто там главный герой, кто актер, исполняющий главного героя, в чем суть этого спектакля. Мы в прошлом году, ой, на прошлой программе буквально там все замерли в такой философской медитации. Каждая на себя прикинула эту жизнь, этот образ, эти связи и итоги, самое главное, там такой итог, там такой финал. А вот мы сейчас, мы обязательно напомним, как мы это поняли и еще раз расскажем, о чем спектакль. Но начнем мы с другого, сделаем, перевернем все наоборот. Мы вот сейчас Екатерину Андрееву спросим, о чем спектакль? Обо мне, мне кажется. Мне вчера вечером пришла идея, я сижу у себя в мастерской, вижу рассаду помидоров, которые мы ритуально высаживали перед началом работы над спектаклем. У нас речь очень много о помидорах в пьесе. И такая у нас была символическая акция, которая нужна была только нам самим. Мы ее не очень освещали, разве что в соцсетях. Смотрю на керамзит, который на просушке лежит в этой же мастерской. Сопоставляю какие-то свои события в жизни с событиями, которые происходят в пьесе. И понимаю, что главный герой — это я. На самом деле это всегда так происходит. С любым материалом ты сопоставляешь себя либо с главным героем, либо с каким-то из действующих. Почему ты это делаешь, почему тебе это как-то резонирует, зачем вообще? Когда ты соглашаешься на работу над материалом, ты же все равно ищешь какие-то точки соприкосновения. Но вчера это так явно случилось. Я даже как-то не поняла до этого. Очень было странно, почему я не поняла, что это я. Раньше? Да, это я. Как так? С 13 марта? Уже можно было понять, да? Можно было осознать, раскаяться, придумать что-нибудь. Но это правда, это такой процесс, вот он буквально, потому что меня, например, сначала больше всего трогал и задевал Карри, но как кто-то, напоминающий мне моего дедушку, человека, которого я люблю очень и бесконечно. Карри — это главный герой. Да, главный герой. А теперь я смотрю на всех персонажей по отдельности, и я понимаю, что среди них нет никого, кто бы тебя не трогал и не задевал. Кто бы был не тобой. Да, вот это удивительное ощущение смотреть. Это либо, ну, это мастерство драматурга, там, и переводчика, да, и плюс. Ну, выбор темы, он такой, вроде бы очень, ну, простая, обычная жизненная история. Мы каждый день, может быть, это замечаем, может быть, как раз не замечаем, что это такой проходной, как это. Ну, жизнь среднестатистического, обычного, ничем не примечательного человека. Его главное достоинство — это его безграничная доброта, возможно, которая в современном мире мало кому нужна, как какой-то такой активный, да, протест или активное состояние. И вот сейчас задача перед Юлей стоит за три минуты до перерыва — краткое содержание пьесы изложить. Это поток жизни, вот, выхваченный, причем жизни про каждого из нас. Любой человек, который окажется в зале, он увидит, что это мы, это про нас, это я. И вот как у Чехова, да, я уже, по-моему, говорила, там же есть известная фраза про то, что люди пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Это просто кусок жизни, череда вспышек встреч, действительно, очень повседневных, очень будничных, да. Он встречается с тем человеком, который сдаёт ему квартиру, со своей семьёй, с работодателями. Но при этом это вот как взяться за два оголённых провода, да, когда в этом столько правды и столько жизни, и это не может не трогать. И вот этот кусочек, который уместится там в два часа сценического действия, это то, что происходит с нами каждый день. И так. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что... Так, и так. То есть это отрезок. Дело происходит. Дело происходит. Дело происходит в квартире, в офисе, в городе, в доме. В Финляндии. В Финляндии, да, в мире. Главный герой, Кари Куки, который вас играет, заслуженный артист России, Александр Королевский, оказывается на грани, ну, такого банкротства, ближе к финалу своей жизни. Потому что у него нет пенсионный возраст. Да, у него нет работы, от него ушла жена, он как бы остался на мели. Вот там есть такое выражение, а человек сегодня остаётся на мели. И он пытается дальше жить. У него такая философия постепенно, шаг за шагом. И он пытается вернуться, он пытается жить дальше, существовать, выращивать помидоры, выращивать рассаду. Ну, в общем-то, я думаю, в определённом смысле, если смотреть формально, он терпит крах, да, потому что финал истории трагичный. А по сути, по сути, всё продолжается. Ничто не исчезает, как говорится в этой же пьесе, не уходит в никуда. Таня, что ты запомнила? Мы же вместе с тобой делали? Нет, 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 нет. Вы с Владимиром были в эфире. На самом деле, отошлём просто, я сейчас посмотрю тоже у нас на сайте, к тому эфиру, потому что мы весь эфир посвятили буквально подробному разбору, на самом деле, пьесы. Но совершенно не обратили тогда внимания, просто не было времени, не было такой задачи, вот как раз на сценографию, на художественное оформление, на декорации, которые придуманы для этого спектакля, потому что я тоже не представляю себе, как он будет выглядеть. Я не была ни на репетициях, не видела ни эскизы, ничего. Но это всегда какая-то интересная, очень удивительная вещь. Те люди, которые знают тебя, они понимают, что банальных каких-то историй ждать не стоит. Как это всё будет выглядеть, хотя бы какие-то моменты, чем ты размышляла, когда ты придумывала эти декорации, какие материалы ты использовала, обо всём, об этом поговорим после короткого перерыва. 31 мая в Театре на Спасской состоится премьера спектакля «Человечный человек» по пьесе финского драматурга «Сирку Пелтала». И это будет первая постановка пьесы вообще в России. И мы делаем по этой пьесе, по этому премьере, да, в преддверии премьеры уже второй эфир. Первый эфир был 10 апреля, вот они мне напоминают, 10 апреля. Мы очень подробно здесь с Юлией Янушайта, которая находится в нашей студии, разбирали эту пьесу и этих героев, и эти перипетии, пьесы, которые нам предстоит увидеть, и понять, и разобраться, и примерить на себя. И кто хочет подробнее это услышать, пожалуйста, на наш сайтах akerova.ru 10 апреля «Дневной разворот». Но мы тогда совершенно не говорили о том, как это будет выглядеть на сцене. Визуально. Да, визуально. Как это будет оформлено. Как это будет оформлено, каковы декорации, какие идеи для этой постановки придумала наша гостья Катя Андреева, которая, в общем, этим всем занимается. И я перед перерывом сказала, какие там удивительные, небанальные вещи ты всегда придумываешь. А она мне в перерыве, а на этот раз всё будет банально. Я говорю, рассадой помидоров обойдётесь. Помидоры и керамзит уже выяснили, они есть. Да, уже есть. Да, есть у нас. На самом деле, не мудроство лукаво. Мы с Алексеем, режиссером спектакля, вы же понимаете, что художник не один всё придумывает. Всё-таки театр искусства синтетической, это всегда какое-то совместное творчество. Я надеюсь, я являюсь не только руками режиссёра, который воплощает его мысль, но и как соратник, сотворец, скажем так, могу помочь. Очень часто, когда выезжаешь за город и видишь, что происходит в наших дачных посёлках, в каких-то деревнях, есть прекрасные такие объекты. Это теплицы, сделанные из-под нужного корма, из старых храм оконных. И этот образ, он меня давно очень грел. Ну, вы знаете, художник всё время набирает какой-то себе материал визуальный, и потом думает, о, вот нашлась пьеса, куда это можно применить. Вот это была моя... Ну, я люблю окна, я люблю использовать вторичное использование любого... Всё, что мне попадается. Я так поняла, что ты пришла к Януше, и ты просто домой разобрала теплицу. Я говорю, теплица дедушки. На самом деле, наша теплица собрана, это так, в продолжении шутки из декораций в драмтеатре. То есть там разбирали спектакль и отдавали, то есть, наша теплица, где дедушка мой садит помидоры. Это декорация. То есть театр, в жизни, это всё, в театр у тебя везде. Слушайте, какая просто близкая всем история. У нас сегодня на даче устанавливают теплицу. А у нас разобрали недавно. Я вот как могла бы теряло. Так что да, вы же понимаете, что идея была так очевидной, так висела в воздухе, что не ухватиться было за неё грех просто. Это нереальный теплица, это всё-таки образ, конечно же. В пьесе очень много мест действия, но у нас единая установка, которая обозначает всё. У нас есть зонирование, которое помогает мезонсценические пространства решать, но там нет. Вот это квартира кари, вот это офис, где работают. То есть это не бытовая история? Да, нет, там есть предметы быта, там столы, стулья и всё, что нужно для того, чтобы это сыграть и как-то находиться на сцене, но мы не вешаем таблички, не привязываемся, что вот здесь вот конкретно. У нас есть такое магическое место, оно вот самое, наверное, нереальное, как называет его режиссёр, это место силы. Это такой вот станочек, на котором из всех выливается честность, не знаю, правда, что-то настоящее, место, где люди не могут соврать. Это такое вот специально придуманное, это нет в пьесе, это какая-то вот наша история. А всё остальное вполне банальное, наверное, всё-таки. Лукавит Катерина. Ну, конечно, посмотрите на её лукавый взгляд. Это действительно, она, с одной стороны, очень простая, и когда дежурный свет, ты смотришь, да, в ней вроде бы нет объёма, но начинается действие, начинается, и она втягивает тебя в себя, вот в то пространство, как чёрная космическая дыра, то есть ты здесь, но ты там. И когда наш художник по свету Василий Леушин добавляет свет, то это создаются какие-то невероятные объёмы, невероятная красота. Это всё сразу существует как-то потрясающе, невероятно красиво. Поэтому, когда Катерина, оно вот в этом же моменте, вот как можно, да? Просто здесь, возможно, но я себе не ставила такую задачу постановочную всех удивить пространством, потому что очень внятные человеческие истории, здесь, конечно же, ну, такой скорее камерный формат пьесы, тут на первый план выходят артисты с персонажами, с судьбами персонажей, с какими-то вот этими действиями, перипетиями, и мне совсем не хотелось им мешать. Это, ну, не должно. Да, потому что очень часто мы, ну, я люблю тоже использовать какие-то перестановки во время действий, когда они действительно помогают, не мешают и дополняют пьесу. Здесь это было бы, ну, наверное, лишнее. У нас есть небольшой спойлер такой. Финальный спецэффект, который, ну, единственное, он был сразу продуман, что он мне нужен, и, в принципе, наверное, вся моя мысль о сценографическом решении вот к этой финальной точке, как бы, к сильной в пьесе, и хотелось её визуально как-то подкрепить. Вот это, я думаю, вы увидите уже на премьере, что это такое. Вот я сейчас чем занимаюсь? — Увлечённо. — Увлечённо. Я беру сейчас со страницы Юлии Нуша. Это ютуб-ролик, ролик на ютубе, посвящённый спектаклю «Человечный человек», где можно просто воочию наблюдать декорации, которые Катя создала, и можно посмотреть, как сажались семена помидорные, и ростки пробивались. Такой анонс спектакля, и я его перепостила на своей странице в Фейсбуке. Все, кто нас слушает, а я ещё до этого, девочки, вас сфотографировала тоже, и вышла в Фейсбуке. И все, кто нас слушает и хочет уже посмотреть, потрогать, посмотреть, потрогать, можно зайти на страничку Юлии Нуша или на мою, пожалуйста, страничку. — И уже настраиваться на спектакль. — Или, да, на ютуб зайти, «Наша тема», да, я так понимаю, «Театр на Спаске», или это вас кто-то перепостил, что такое за «Наша тема», я тоже не знаю. — «Наша тема» — это была как раз акция и придумка к прошлому спектаклю «Гудбай, Берлин». — То есть это ваша тема, тем не менее, это ваш канал. Канал «Наша тема» — «Театр на Спаске», и посмотрите, пожалуйста, там вот всё есть, и это очень интересно, и такой объём создаётся, такое пространство интересное. Понимаешь, Аня, там не теплица, к которой мы привыкли, стеляющаяся по земле, наоборот, всё вверх, ввысь поднимается. И да, кстати говоря, и акцию свою к спектаклю «Человечный человек» вы тоже, я так понимаю, оформляете и призываете всячески в ней участвовать, и мы про эту акцию чуть попозже поговорим подробно, после перерыва, но у нас ещё есть время поговорить о самом спектакле. Мне интересует... Меня сейчас интересует история с человечным человеком, и вот с тем, что сейчас происходит в Кирове, вы его ставите, 31-го числа, напоминаю, в Театре «На Спаска», это будет премьера, и премьера причём в России. У вас есть какие-то ставки на этот спектакль, как на какой-то конкурсный? Простите, что я об этом вот так говорю, но я бы вот нормально это абсолютно, правда же? Вот мы тоже про какие-то эфиры говорим, слушай, такая тема, надо на конкурс. А вы? Вне всяких сомнений. То есть, мне кажется, это очень важная этапная работа театра, и мы долго выбирали материал, и по тому, как происходит процесс, по тому... То есть, да, мы ещё не видели ни одного цельного прогона от и до. Но как бы есть же вот то, что вы говорите, да, предощущение. Понятно, что это не ставится изначально, что да мы завтра пойдём и на золотую маску возьмём. Но есть ощущение, что да. Я как художник могу сказать, что декорации вполне мобильные, их можно вывести в другую площадку. И вот здесь как раз, Юлечка, можно уже и регалии тоже Катиной назвать. Почему можно сказать, как художник, что это вполне конкурсная работа? Екатерина, она неоднократный номинант и лауреат театральной премии «Золотая маска». Вот. И поэтому, значит, она тоже может своим хитрым взглядом, как ты говоришь, хитрит, хитрит, значит, оценить, посмотреть и сказать перспективы этого, описать перспективы этого спектакля. А я правильно понимаю, что 31 мая вот в этом сезоне, который завершается, это будет единственная возможность увидеть этот спектакль? То есть он не будет повторяться в июне? Нет, нет, он не будет. Он будет уже в следующем сезоне. Я так подозреваю, что это будет спектакль, который мы откроем, 83-й театральный сезон. И сегодня в группе театра спрашивали зрителей, есть ли возможность приобрести билеты. Есть еще билеты. Осталось 6 билетов в портере и чуть больше в амфитеатре, но почти весь зал. Выкуплен. Да, да. 4 билета осталось в портере. Два моих. Я не буду звонить. Вот как всегда, как обычно. Я вот Юле звонила буквально, я не помню, может быть, полторы недели назад проезжала мимо театра и тебе как раз, помнишь, звонила и думала, сейчас вот надо зайти. А я живу рядом. Я каждый день к себе говорю, сейчас вот я зайду, я вот сейчас зайду и куплю. Зайду и куплю. И осталось 6 билетов. 4, внимание. С Гудбай Берлином также было, когда, ну, вроде, да, у нас два показа было, по-моему, и всегда же есть уверенность, что ты успеешь, успеешь, успеешь. Когда идут первые зрители и они видят, что удалось, билеты потом сметают на 2-3 месяца вперёд, и их невозможно купить. И мы, вот, не с целью рекламы, да, просто, ну, как бы, ребята в Театр Наспадской, ну, правда, билеты раскупаются. Вот когда идёт работа над новым спектаклем, над новой постановкой, так же вот как на Каренина, было невозможно достать билеты. Когда выкладывали на сайт, ну, вот, продажу, всё, три дня, и их нет. И поэтому, если есть желание увидеть именно в этом сезоне в числе первых зрителей, то... — Сегодня последний шанс. — Пожалуйста. — Да, я вот минуточку просто закончу эту тему, да. На следующий сезон билеты вы будете продавать вот сейчас? — Сейчас нет. — Уже всё. — В августе. — Ждите августа. — В августе, да. В августе открывается, ну, как бы, верстается репертуар. — Когда будет, когда будет, понятно, и так далее. — Вот теперь самое время рассказать про акцию, про которую мы рассказывали 10 апреля в предыдущем нашем эфире. Рассказать о том, как... Ещё раз напомнить, да, что она из себя представляет, как можно ею воспользоваться. А потом мы спросим, а как она, собственно говоря, из себя отыгрывает эта акция, насколько она вам нравится. И так что... — Катя у нас принимала участие. — Я участник акции, да. По моему приглашению идёт Сергей Вахтёр... — О, не Вахтёр, а охранник на служебном входе. Он не был в театре 15 лет, и последний раз это было... Он был в драме, не в нашем драме. — Охранник на служебном входе? — Где? — Тюза? — Да, да, да. — Не был в театре... — Он приходит раз в три дня, как на работу, там, сутки через трое они работают. Он очень... Ну, тоже есть ролик на нашей страничке в Фейсбуке, как это происходило, что я приобрела в кассе билет и пригласила его, и он придёт с женой своей, я надеюсь. — Ты приобрела билет на двух человек, ну, два билета, подошла к охраннику Тюза, и что сказала ты ему? — Я говорю, что в театре не только можно работать, туда можно ходить как зритель, как гость. — Волшебные слова, да? — Как он отреагировал на это? — Он был сначала очень осторожен, разглядывал там где. — Что происходит? — С нашей акцией, там у нас есть хэштег, «Пойдём вместе». Очень недоверчиво он, конечно, на всё это отреагировал. — Хороший знакомый человек пришёл, подошёл, подалёт, Катя. — Ну что, это нестандартная наша процедура, взять ключ, записать свою фамилию, а вот такое было. — Как ты ему объяснила и как он отреагировал? — Я сказала, что у нас в театре такая акция, я так как не местная в этом городе, у меня таких вот прям случайных знакомых, к которым я могла подойти безболезненно, не встретив негативную реакцию, подойти, я поняла, что вот хороший человек, он дарит мне конфетки, когда я забираю ключ. Почему бы и нет? — Я всё-таки надеюсь, что у театра есть какая-то простительская миссия, я хотела ему прям открыть какой-то мир. — А он как отреагировал? Как зовут? — Сергей. — Сергей. — Он сказал, очень интересно и с удовольствием пойдёт, но... — А жена-то его, интересно, сколько лет не было? — Страшно, страшно представить, да. — На самом деле, вот мы... Алексей Зимин, который должен был прийти на эфир, когда я ему предложила и рассказала про эту акцию, он сделал большие круглые глаза, говорит, Юля, а кто эти люди, которые в театр не ходят? То есть я ему... — Сказал режиссёр Циатанин. — То есть мало того, что у нас такой спектакль, если будет полный зал людей, которые не ходят в театр, кто они вообще? И когда мы начали эту тему исследовать, мы поняли, что людей, ну то есть по мировой статистике 90% людей в театр не ходят, 90%. И это не в Кирове, не в Москве, это вот... — Это мировая статистика. — Это мировая статистика. — Интересно, сильно ли отличается Россия? — Мы всё, все, кто первый раз слышит, мы их уже заинтриговали. Сейчас перерыв на полторы минуты, и мы всё-таки расскажем, что это за история такая, когда приглашаешь мало знакомых людей или давно, или знакомых, но забытых по каким-то обстоятельствам людей в театр на премьеру «Человечного человека». Продолжаем разговор с нашими гостями, нашими друзьями. Екатерина Андреева и Юлией... О, Господи, Боже! — Я в Шайне. — О, Господи, вы же слышите! — И Беляк у меня здесь. Вообще эти люди пришли. — Я же предупреждала с Непланом в начале эфира. — О, Господи, эти театральные деятели. — Деятели театральных. — Да, потому что мы ждали Алексея Зевина и Юлия Беляк, и пришла Юлия Юлия в Шайне Екатерина Андреева. Так, ну вот, и давайте, значит, мы всех заинтриговали с этой акцией «Пойдём вместе». И тут выяснилось, что, оказывается, пригласила охранника, который 15 лет в Тюзе работает. Но мы тут выясняли, почему он 15 лет работает и может быть... — 15 лет не был в театре, работал, наверное, поменьше. — Поменьше, да. Но, тем не менее, охрана на аутсорсе, но всё равно лишь приходит в театр. Но дальше вот своего... И свои будки охранные не проходят. — Дальше своего поста не проходят. — У них служба тоже, да. — Да. — Чем тебе будка охранная не нравится? — Мне слово «будка» не нравится. дядю Стёпу там вудки были. Всё хорошо. Вот. Ну, короче говоря, давайте расскажем ещё раз. Акция-то ведь продолжается. Правда же? Акция называется «Пойдём вместе». И, значит, благодаря этой акции Юлия Янушайта решила 90% населения, которые по статистике, да, мировой, не ходят вообще в театр. В этот театр заманить, чем в ужас привела Алексей Зимина, режиссёра спектакля. — Да, который спросил, кто люди... — Для кого мы будем играть вообще? Для тех, кто в театр не ходит. Мы уверены, что без театра жить нельзя. То есть у нас есть ежедневная, ежечасная потребность в театре, как мышки с актрисой Мария Бондаренко у нас служила в театре, а сейчас она служит в Хабаровском театре. И она говорит, есть такая теория, что есть жизнь в театрах. Я говорю, может быть, может быть. — Обман. — Вот. А когда начинаешь заниматься, ты понимаешь, что очень много людей, причём они... Ну, не потому, что они не любят театр. То есть вот так сложилось всё вокруг. Мы начали делать ещё в поддержку акции цикл небольших интервью. Бизнесмены, люди искусства, ну, например, из смежных сфер там шоу-бизнеса, ночные клубы, музыкальные, они занимаются своим делом. Они вкладывают туда душу. — Душу. — Себя, да, 24 часа в сутки у них уходят на свои проекты, и они, даже общаясь близко, там, например, с Борисом Павловичем, они не видели ни одного его спектакля. Они знают, что театр есть, что всё прекрасно, но ходить туда не ходят. И поэтому вот эта акция «Пойдём вместе», когда тебя должен кто-то позвать, вытянуть тебя из твоего привычного существования, дать повод пойти. И вот мы начали выяснять, этих людей очень-очень много. Я подарила билет, получилось в столовую, ходит весь театр, у нас рядом с театром есть столовая, мы там все обедаем, служат женщины в гардеробе. Она тоже, она не могла вспомнить, когда последний раз была в театре. То есть эти люди, они вокруг нас. Повторюсь, это не обязательно, то есть мы сразу себе, испугавшись, Лёша, да, представил, я не знаю, каких людей, которые в театр не ходят. А это обычные люди, их много, и они вокруг нас. Директор театра Владимир Иванович Грибанов, и это был наш первый ролик. Он тоже не ходит в театр. Он купил билеты для своего соседа, с кем они налезли, да, или налезли по подаче. 30 лет человек не был в театре. Вот, и в общем, а нам кажется, это так странно. Потому, многие же, вот, например, вчера, я просто не буду заранее говорить человека, как бы, с кем я сделала интервью, он последний раз был в театре, в школе. То есть, человека вот эти обязательные походы, он сходил, он увидел, и один раз он еще после этого был с бабушкой в драмтеатре. Все, у человека больше нет ни потребности, ни желания, у него своя жизнь, он успешен, он строит и реализует свои проекты, но... Ну, вообще, удивительно, если человек успешен, наверняка, ведь он бывал не только в Кирове, и неужели не было никогда желания куда-то... Мы просто, действительно, у нас есть очень разные... Это, на самом деле, разговоры о теплице. Теплица как образ, это не только, да, но что-то, чтобы вырастить и сохранить, и сделать теплицу, это как защита нас от внешнего мира. Ну, что там... У нас второй раз такая история получается. Мы отгораживаемся, мы в своих каких-то колпаках, коконах, в комфортном мире, и театр, на самом деле, такое место, где можно испытать боль и какую-то сильную эмоцию, ни кем этого не хочет. Слушатели, вы видите, что происходит у нас в студии? Каждый раз такое случается, как вот Януша, это приходит с любыми друзьями, мы тут садимся, в эфире начинается ла-ла-ла, и надо так хорошо вместе. Мы с вами 36 минут пытаемся рассказать людям, что такое акция, пойдем вместе. Да мы рассказали, но мне кажется. Всем уже нравится, рассказывайте, как в ней поучаствовать, механизмы. Вы должны купить два билета. И заставшихся. Сколько там осталось? Купить два билета для себя, для того человека из вашего окружения, то есть не театр ищет этого человека, не мы предлагаем, списков у нас нет. Вы должны сделать шаг навстречу, найти этого человека в своем окружении, однокурсника, соседа, там, не знаю. С которым давно не виделись. И даже не важно, как часто он в театре бывает, просто вы с ним давно не виделись, правда же? И это да. Но желательно, желательно. Суть акции в том, чтобы и человек по тем или иным причинам давно не был в театре. Дать ему возможность увидеть, что это такое современный, живой, настоящий театр, который тебя потрясает. Ты покупаешь два билета, один себе, второй в подарок, даришь ему и берешь его за руку, и в день премьеры вы приходите вместе, потому что... Со словами пойдем вместе. Ты же понимаешь, что если ты просто подаришь, то этот билет где-то осядет, где-то это, найдется тысяча причин не делать того, что ты не привык делать, и все останется как есть. Приведите его за руку, покажите ему, что такое современный театр. Представляете, вот такая, значит, 31 мая на Спасской стоят такие люди, сразу кино советское вспоминаешь, и ищут глазами этого человека, которого он сто лет не видел. Может, по телефону, может, некоторые погласили. И вот эта вот встреча с бросанием друг друга на грудь. Наконец-то я тебя увидел, 20 лет не виделись, и пойдем в театр. Ну, правда, там может быть очень много искренних встреч, Кать, почему нет? Мне кажется, очень интересно будет понаблюдать, какими будут люди из зала выходить после спектакля. Они могут выйти по-прежнему вот такими, знаешь, разъединенными жизнью, а может быть, выйдут совершенно другими, наоборот, объединенными. Я вот просто как-то тоже здесь в эфире приводила пример, как я была в театре на Яузе, да, современники, да, и там была пьеса, хотела набрать, я уже, у меня плохо всегда... Ты не помнишь, но это не так важно. Да, значит, про мать и дочь. И перед нами сидела как раз, как выяснилось потом, я поняла, что мать и дочь как раз, когда я смотрела, потому что закончился спектакль, взрослая уже дочь, лет 16, может быть, мама, они реально, они встали с мест, аплодировали, а потом бросились друг другу на грудь и плакали, понимаете, обнявшись, уже ничего не стесняясь, видно совершенно... А там такая ситуация достаточно трагическая между матерью и дочерью была показана в этом спектакле, и было очевидно, что они себя считали, и они себя друг друга простили, и бросились друг другу на грудь, и я прям тоже стояла рядом, у него слезали. Это было прекрасно. Вспомнила арт-миграция, спектакль Мюнхгаузен, который мы туда водили, обсуждение, помнишь, да? Тоже с нами было? Тогда на фестиваль арт-миграция приезжают не только спектакли, а там проходит цикл разных лабораторий для артистов, для режиссёров, и приезжают из Армении, из-за стран близлежащих, обнимались, плакали, признавались в любви. То есть спектакль вызывает, ну, хороший настоящий спектакль всегда вызывает такую гамму живых эмоций, непосредственных, которых ты нигде больше не испытаешь. Ну, вот правда. И вот эта история, которую Светлана рассказала... Очень хотелось бы, чтобы так и произошло. Правда, да. Вот, и на самом деле, ну, вот мы говорили, да, там наша тема прозвучала, каждый спектакль, каждая пьеса, каждый материал вызывает те или иные идеи, акции и так далее, да, какие-то проекты сопутствующие. И ведь не случайно именно этот материал вот натолкнул нас на это желание, потому что вот, да, главный герой идёт, продаёт пылесосы, заходит в чужой дом, находит женщину, чужую, незнакомую героиню, зовут Анни, и её играет заслуженная актриса России Татьяна Махнева. Там... Это невероятные силы сцены и образ. И вот, мне кажется, этот спектакль даже вот, ну, то есть, каждая сцена, каждый персонаж, это, конечно, находка и счастье, ну, вот когда я смотрю на Татьяну Дмитриевну, это, ну, невероятной красоты. И вот эта сцена, эти отношения между Карри и Анни, да, вот мне кажется, в большей степени, вот, главный герой забирает у неё неоплаченные счета за электричество и оплачивает их. И вот не случайно именно эта акция, этот материал, да, странные поступки, которые должны на что-то спровоцировать, выйти, вот как Екатерина говорит, из своей теплицы, из своего кокона, сделать что-то необычное, может быть странное, может быть дикое, да, ну, вот так, но сделать этот шаг, немножко что-то поменять на миллиметр. Мы же не говорим, да, что мы там революцию какую-то устроим, но просто самим выйти за привычные для себя, за установленные рамки, которые мы сами для себя вот так поставили. Нам комфортно, нам хорошо. Ну, вот, я чтобы не оказаться совсем уж вот такой, да, ты заказываешь билеты, билеты сейчас на сайте, я так понимаю. Нет, билеты на сайте сразу как выйду, закажу, а может быть просто, вот Юля отдам деньги, возьмите, пойдем, скажем вместе. Я просто хотела сказать, о каком спектакле, я говорила, да, это спектакль «Осенняя соната» Ингмана Бергмана и играет там Марина Ньюлова и Алена Бабенко. Вот, и да, и даже вот какая-то сценография просто, я посмотрела, когда она тоже вот такая, они совершенно разные, ну, чем-то вот похоже вот это пространство, эта прозрачность там тоже. Я просто ожидаю, вот когда мы говорили в первый раз 10 апреля об этом спектакле, я прям чувствую, что какие-то не меньшие по силе и глубине, потому что у меня впечатление этот спектакль произвел совершенно незлодимый до сих пор, да, вот я под впечатлением, хотя пара лет там прошла. И я абсолютно ожидаю от этого похода 31 мая на человечного человека не меньших, да, эмоций. Эмоций. И прям хочу, хочу. И поэтому всем тоже рекомендую, учитывая еще эту гениальную совершенно, на мой взгляд, идею, которую коллеги озвучивают, вот эту идею «Пойдем вместе», когда ты берешь человека за руку, который давно не был в театре или с которым вы просто давно не виделись, а таких людей искать не надо. Спросите маму свою, когда она у вас в последний раз была в театре? Ну, вот просто, да? А уж мама с папой когда в последний раз была в театре? Так и вовсе, правда, на самом деле. Мне понравилась история про соседа по даче. Это тоже прекрасная совершенно история. И вообще, вот эта вся история о том, что мы наконец должны открыть глаза и посмотреть, кто этот сосед твой, мы хорошо знали в советские времена своих соседей, прекрасно. Не только по даче. Да, потому что с песочницей в трусиках и с пирожками песочными друг друга знали. А сейчас вообще никого не знаем абсолютно. И жить нам поэтому некомфортно. Вот поэтому. И уже делать какие-то поступки по отношению к соседям, которые выходят там за рамки, разучились совершенно. Причём это же, ну, как бы, не сверхусилие, правда? Это такая мелочь, которая доставит удовольствие и вам, и человеку, и, в общем-то, и нам. Причём она не короткая, она такая долгоиграющая, понимаете? Потому что это может быть такое событие, которое вообще изменит жизнь человека и вашу собственную. Всё может абсолютно случиться. Поэтому осталось четыре билета в портер. Два моих я сейчас забронирую. Чуть-чуть в амфитеатр. 31 мая в Театре Наспасской состоится премьера спектакля «Человечный человек». Включайтесь в акцию «Пойдём вместе». Покупайте билет себе и тому человеку. Значит, и мы потом встретимся ещё тоже, это обсудим, как это всё сработало, может быть, вместе с какими-то другими ещё историями и проектами, которые Театр Наспасской сопровождают. Сейчас у нас дневной разворот подошёл к концу. Да, и мы благодарим наших гостей Екатерину Андрееву Юлию Иоаннушай Театр Наспасской «Человечный человек» 31 мая. Анна Лупшина, Светлана Занько. И что же мы не сказали? И что же мы не сказали? Возрастное ограничение мы не сказали. 16+. Всё. Редактор субтитров А.Семкин